Девушки отдыхают 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 И знаю, как мама переживает за своих детей, как она огорчается, когда уезжают ее детей. А получением церкви, каждый год, который мы творим, мы опять распинаем нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, Сына Божьей Матери. И мы причиняем нашему Спасителю рани и боль. И Матери Божьей творим боль своими грехами. Так что будем просить у Матери Божьей тоже прощение за то, что приносила рани ее возлюбленному Сину. Матери Божьей тоже мало великого смирения. Она сама сказала, как призрел Господь на смирение раби своя. И мы благодарим Матери Божьей за то, что она была так смиренна и приняла вызов неба. Когда Архангель Гавриил благословил ей, о рождении от нее Сина Божья, вона в смирении сказала, Я раба Божья, нехай будет по голову лутой ему. А если бы она отказалась от этого, человеческий год снова бы ждал долго-долго Смиренного сосуда, Вед якого бы родился Спаситель мира, наш Спаситель. Потому, дорогие братья и сестры, Матерь Божья и преподает нам пример смирения великого. Мы, конечно, не достигнем такого смирения, Але подражать и донжни. Матерь Божья запрещала апостола, Как говорит предание, Запрещала, чтобы они ее прославляли. Вона жила в тени. И нею наслаждались лицезрением Святые апостолы и тих близких людей, Которые ее знали. Вона не расславляла себя никогда на показ. Вона всегда была смиренна, кротка и терпелива, Когда ее обижали. Матерь Божья только в одном месте из Ивангелия Дает нам наставление. Это в Канне Галилейской. Когда до нее обратились люди за помощь. И она подошла до своего сына, Ему просьбу передала людскую, А потом людям сказала, Что он вам скажет, То есть сын мой, Что и делай. Это на все века, на все времена. Это маленькие Ивангелии, Маленькие поучения Божьей Матери Остается нам, Как величайший урок. Вона просит, чтобы мы делали то, Что ее сын говорит до нас. А ее сын говорит до нас, Так как говорил, До израильского народа Истинный Бог прикритий плоти, А до нас теперь Бог говорит прикритий Евангелие. В Евангелии все описано, Что мы должны делать. Это слова нашего спасителя, Сина Божьей Матери, Який научает нас, Как правильно жить. Мы помним его первые слова. Когда он вышел на проповедь, Он сказал, Покайтесь, Потому что приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, Я верюся в Евангелие. И Отец Небесный на Фаворской горе За свидетельством про своего сила И сказал, Это мой сын возлюбленный, Его слушайте. И вот наша задача, Читать Евангелие. Свидетель Игнаті Петчанинов говорит, Что мы имеем непростительный грех, То, что не читаем Евангелие. Чем угодно занимаемся. А у этой новой техники Можем просидеть часами, днями, сутками У телефона, в айфонах. А для того, чтобы Почитать слово нашего спасителя, У нас нет времени. Дорогие братья и сестры, Если мы не поменяем образ жизни, Если мы не покажемся, не будем молиться, Катастрофа уже висеть над нами всема. И это зависит не от правителей, А зависит от нас. Если мы будем меняться в лучшую сторону, Господь продолжить наши дни И даст благоденствия. А если мы будем идти в пропасть, То нема смысла, Чтобы Господь хранил нас на этой земле, Как не было смысла приної, Когда люди разгротились в Бенец. И тогда пришел ливень И потопил грех и людей разом с любовью. Если мы не покажемся, То вторая катастрофа будет огненна, Как говорится в откровении. Небо, земля, и все дела на них згорят. Если мы раньше думали, Что это невозможно, То сейчас уже сколько придумали техники, Орожие, что мы можем За несколько секунд Может згореться вся земля, И все, что на земле. Но опять же, Все в руках Божьих И зависит от нашего покаяния, Нашего благоденствия, Нашего благополучия И наше життя. Будем сьогодні просити Матерь Божию, Чтобы просила нам грехи, Будем просити, Чтобы она помогла нам в покаянии, И исправлении, И будем благодарить ей За то, что мы еще до сегодня живем По ее годательству, По ее молитвам, Пресвятая Богородица, Спасай нас, аминь.